Друзья, всех приветствую! В данном видеоуроке рассмотрим, как работают HookUseMemo, UseCallback и функционал ReactMemo. Постараюсь все максимально подробно просто разъяснить, чтобы было понятно и вы больше не возвращались к этому вопросу. Сразу же хочу сказать, чтобы вы переписали себе данный функционал, то есть у меня есть три компонента. Основной, затем простенькая функция, а также это компонент, который понадобится для того, чтобы работать с функционалом ReactMemo. Первоначально, что стоит рассмотреть? Если вы заметите, у меня в переменную constResult заносится результат вызова функции sum. За счет того, что если мы нажимаем увеличить, у нас производится перерендеринг, и мы слишком долго ждем, пока наша информация поменяется конкретно в браузере. Если я нажму три раза, то довольно долго жду, примерно 3-4 секунды, вот появилось значение. То же самое, если я сделаю сотни. Я добавляю три раза по 100, у меня здесь слишком долго это все происходит. Для этого нужна мемоизация, ну или же, другими словами, кэширование. Что мы делаем? Мы просто можем взять вот здесь, давайте я здесь нажму Enter, и вызову нашу функцию useMemo. Сюда я передаю callback, и говорю, что мы здесь ретернем вот этот вот результат, то есть результат вызова функции sum. И смотрите, если в таком формате ничего не поменяется, мы нажимаем, ждем, так тоже ждем. Но если мы сюда передадим зависимость, допустим, count, то мы будем вот это вот торможение производить, только если у нас будет изменяться наш каунт. Смотрите, каунт изменился, тормозит. Теперь, если мы меняем переменную count2, то никаких проблем у нас нет. Для этого именно нужна мемоизация. По сути, useMemo отличается от useEffect только тем, что мы заносим данные в переменную, а в useEffect мы этого не делаем. Смотрите, я просто могу вам для примера показать, что отличия особо большого нет. То есть так тормозит, так не тормозит. Но лучше, конечно же, использовать useMemo, поскольку функционалом предусмотрено мемоизировать данные, то есть производить кеширование при помощи хука useMemo. Теперь давайте рассмотрим, как работает хук useCallback. Для того, чтобы рассмотреть его работу, нам необходимо создать переменную. Допустим, эта переменная будет называться result useCallback. И сюда мы передадим стрелочную функцию. Эта стрелочная функция будет возвращать, допустим, 3 троечки. И смотрите, в данном случае, если я поставлю на отслеживание здесь, то мы получаем результат. То есть у нас здесь наша функция, надо вызвать ее, вызывается, и мы получаем наше значение. Я нажимаю увеличить, то есть рендеринг производится, наша функция постоянно попадает в рендер. Для того, чтобы не было этого, мы используем useCallback. Используется, по сути, идентично, как useMemo, но есть небольшие отличия. Смотрите, я сюда просто в таком формате передаю вот эту вот функцию. И мы ее вызываем. Вот здесь, видите, мы ее вызываем. То есть вот таким вот образом мы получаем значение. От useMemo она именно этими отличает. Смотрите, если я, допустим, возьму, напишу здесь result, то мне здесь нужно указать просто result. То есть мы готовый результат возвращаем. Мне ничего вызывать не нужно. Смотрите, нажимаю увеличить. У меня получается result. И сразу же callback. Так, если я здесь выберу вызов нашего функционала, который используется с хуком useCallback, то вы заметите, что useCallback у нас возвращает именно функцию. То есть не возвращает результат сразу. Нужно вызывать это отдельно. Вот, собственно, и все отличия useMemo от useCallback. Да, также стоит не забыть, что мы здесь можем использовать useCallback при также каких-то же условиях. Допустим, если мы меняем count2, то мы будем делать кеширование при помощи функционала useCallback. Смотрите, я нажимаю плюс 100, меня отрабатывает useEffect. Если я нажимаю увеличить, то useEffect не отработает. Потому что у нас зависимость идет count2. Поставил видео на паузу, чтобы посмотреть, как работает в документации ReactMemo. Мы его сейчас будем рассматривать. Смотрите, тут написано, что если ваш компонент всегда рендерит одно и то же при неменяющихся пропсах, вы можете обернуть его вызов ReactMemo для повышения производительности в некоторых случаях. Итак, что мы делаем? У нас есть функционал, с которым мы работаем. Здесь я забыл указать, что у нас else if. И мы его должны заимпортить. Я пишу здесь import ReactMemo from ReactMemo. Теперь я здесь вывожу наш компонент, чтобы было видно, что мы работаем с информацией, которая там есть. И нужно указать наши пропсы, потому что там я уже их указал. Если вы заметили, я передаю туда count. Давайте посмотрим, как это все отрабатывает. Вот, все окей. Теперь смотрите, если я нажимаю увеличить, что мы получаем? Мы получаем в конце лог ReactMemo, потому что здесь у нас есть в конце лог, который мы выводим в стиле для того, чтобы контролировать, делаем мы вход в функцию при рендеринге или нет. То есть мы увеличаем, у нас, соответственно, рендерится наш функционал, мы заходим и вызываем данную функцию. Для того, чтобы этого не было, здесь есть возможность настройки. И смотрите, что здесь есть. Значит, первоначально тут написано, что вы можете контролировать сравнение, передать свою функцию сравнения в качестве второго аргумента. Давайте это и сделаем. Мы возьмем вот эту вот функцию просто и вторым аргументом нужно передать. Но для того, чтобы передать, нам нужно здесь использовать первоначально ReactMemo. то есть это сама функция, то есть обертка. Мы ее вызываем. Первый аргумент будет первый вот этот весь наш функционал, который мы здесь сделали, то есть проверки и тому подобное. То есть чисто, чтобы отслеживать здесь, как вы видите, в программе. И здесь нам нужно для контроля передавать значения, с которыми мы работаем. Давайте я обновлю и посмотрим. Первоначально здесь мы все так же имеем тот же функционал, то есть у нас отрабатывает, мы получаем в конце логе ReactMemo. И теперь мы можем работать вот с данным функционалом. Просто его перекопирую, чтобы не тратить время. Смотрите, мы вместо пропсов здесь мы должны указать наше следующее значение. Я указываю, что это next, next, next и next. Здесь в инструкции написано, что мы возвращаем или true, или false там. В данном случае false, это значит, что мы не применяем мемоизацию, а true это мы применяем мемоизацию. То есть true делай, false не делай. И мы здесь укажем false, true. И в самых тяжелых вычислениях мы укажем, что здесь делай true. Давайте посмотрим, как это отработает. Смотрите, нажимаю увеличить. У меня появляется сейчас единичка, то есть тут у нас не отработал наш функционал. React memo. Нажимаю двоечку. Двоечка отработал. Троечка. Не отработал. Теперь сейчас более тяжелый функционал пойдет. Мы здесь включили мемоизацию и смотрим. Четверка отработал. Пятерка. Шестерка. Семерка. И тому подобное. То есть вот так вот это все работает. Насколько это быстро работает, я, конечно, не могу вам сказать, но вот функционал предусматривает использование именно вот в таком формате. Друзья, на этом спасибо. Думаю, вам было полезно данное видео. Не забывайте ставить лайк, подписаться на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok